досмотрите этот ролик до конца и узнайте стоимость данного ремонта усадку здания будет обязательно что мы делаем для того чтобы стены не трещали то есть эта технология зарекомендовала себя как первично можно проверить работу электрика то есть электрика почему по потолку вопрос менять или не менять отопление как выбрать инсталляцию а теперь немножко про стоимость данных работ и всего материала всем привет сегодня нас двушка площадью семьдесят пять квадратных метров в жилом комплексе пресне сити это уже наш пятый объект данном жека в этой квартире мы выполняем инженерный ремонт который включает себя возведение перегородок штукатурку стен черновую сантехнику электрику а также замена отопления досмотрите это ролик до конца и узнайте стоимость данного ремонта качественно сделанный инженерный ремонт это основа так сказать фундамент вашего будущего ремонта так как на этом этапе формируется геометрия помещения стены должны быть идеально ровные монтируются инженерные системы которые играют важную роль для обеспечения комфорта вашей квартире по факту инженерный ремонт это семьдесят пять процентов от всего объема отделочных работ вот даже если мы говорим про возведение перегородок это не просто что мы выставили первый ряд блоков сверили с чертежом и погнали кладку дальше мы сначала замеряем общую геометрию помещения раскладываем блоки так чтобы нанести наименьший слой штукатурки чтобы сэкономить площадь и материал для нашего заказчика после того как мы промерили всю геометрию мы также берем план напольных покрытий для того чтобы сделать стены необходимые параллельные то есть к примеру вот эта стена должна быть параллельно с этой потому что напольное покрытие у нас будет идти от двери к окну и соответственно весь чистовой пол должен быть параллельно этим стенам это все учитывается при укладке первого ряда блоков сделается трассировка разметка и только после этого уже гонится кладка также еще очень важно соблюдать красные размеры вот примеру здесь будет шкаф и уже здесь должно быть расстояние 1 метр 24 сантиметра уже в чистоте то есть мы строили перегородки с учетом этого расстояния посмотрите здесь двери не стандартной высоты тем не менее мы используем для перемычек уголок 50 на 52 штуки и в стену мы заводим на 30 сантиметров уголок при этом красим до монтажа грунтовкой pf-115 для того чтобы избежать появления коррозии и ржавчины на металле посмотрите перегородки не доводим до потолка оставляем три сантиметра зазор для того чтобы нагрузка от плиты не передавалась на межкомнатные стены оставляем 2-3 сантиметра нас допуске нас проходит гофрани не нужно долбить стену что пропустить провода и заполняем шов монтажной пеной по всему периметру наших перегородок газобетонный блок очень сильно впитывающее основание поэтому нужна специальная грунтовка который образует пленку и не дает воде из штукатурки уйти в блок дальше еще смотрите здесь когда мы штукатуре мы уже формируем стопроцентное ровные 90 градусные углы вот примеру здесь у нас будет угловая кухня с островом здесь остров угловая кухня вот этот угол у нас 90 градусов здесь у нас 90 градусов здесь также будет стать мебель поэтому здесь тоже сделан 90 про санузел я уже не говорю это в априори и так дальше здесь будет встроенная мебель соответственно здесь тоже у нас все углы под 90 в коридоре если посмотрим здесь будет мебель шкаф для верхней одежды и здесь у нас спрятались все коммуникации сейчас про них чуть позже расскажу здесь тоже все углы сделан 90 градусов так и здесь и смотрите что получается если мы изначально поставили перегородки хаотично да на бум просто по чертежу то у нас получились бы большие слоя штукатурки так как мы раскладываем так можно сказать блоки с умом толщины штукатурки они минимальны и и нам работать меньше и материал уходит меньше для заказчика и экономится его площадь квартиры почему механизированным способом во первых это быстрее смесь для машинного нанесения она дешевле и смесь которая затворяется водой уже замешивается именно машиной они человеком то есть когда человек добавляет воду смесь он может добавить больше воды меньше когда это замешивает станция то смесь у нас получается однородная по всей квартире вот еще один важный момент дом практически 40 этажей бешеная нагрузка да то есть там в течение пяти лет будут еще делать ремонты усадку здания будет обязательно что мы делаем для того чтобы стены не трещали а здесь у нас все стены будут под покраску то есть мы возведенные стены из газобетонного блока а также межквартирные стены то есть вот эта стена она ограничит соседями и возведена из газобетонного блока толщиной 20 сантиметров мы наносим сетку сплошняком по всей площади газобетонного блока то есть эта технология зарекомендовала себя показала с хорошей стороны поэтому на всех наших объектах мы сплошняком наносим сетку вот что мы еще делаем на этапе штукатурки вот у нас здесь будет большой витраж на здесь у нас будет комната и вот эти вот участки стен откосы мы тоже штукатуре что мы делаем мы устанавливаем штукатурные уголки да можно ставить малярные а мы уже на этапе штукатурки формируем ровный угол который тяжело допустим там задеть чем-то ударить и так далее то есть он еще защищает от механических повреждений и физических воздействий так вот весь этот откос он аштукатурен со штукатурными уголками то есть угол получается ровный и красивый также вот и в этом месте где у нас будет мебельный шкаф немного про электрику значит электрический щиток у нас спрятался в нише здесь будет у нас к все будет закрыта мебелью вы заходите через входную дверь в коридор и все коммуникации отопления электрику вас спрятаны здесь электрощит у нас на 48 модулей встроенный посмотрите как все аккуратненько ровно собрано разведено значит как первично можно проверить работу электрика то есть все автоматы должны жестко быть закреплены на вот этой вот рейки дальше вы не должны видеть медь то есть снизу вы смотрите как провода заходят сверху то есть никаких медных окончаний вы не должны видеть это то что первично показывает о качестве сборки электрического щита то есть даже если вы в этом не разбираетесь вы приходите и смотрите как закреплены автоматы и как заведен кабель вот в эти вот отверстия далее значит электрика а по потолку почему по потолку потому что вот у нас здесь порядка 8 сантиметров у нас идут трубы отопления если у нас еще вот такой вот пучок электрики добавится то есть у нас здесь будет большой перехлёст и стяжка не перекроет вот эти все коммуникации над коммуникациями уровень стяжки толщина стяжки должна быть не менее 4 сантиметров если меньше то уже пескобетон не будет работать и этот участок уже будет бухтеть и со временем отлетит поэтому это недопустимо и мы разводим отопление до водоснабжения и электрику по разным плоскостям штробе укладываем без гофры по потолку гофре дальше после того как мы смонтировали всю электрику нам нужно проверить ее работоспособность вот заметьте здесь у нас кабель hdmi проведен здесь сделана большая штроба и заложен кабель-канал допустим там приставку или еще что-то и уже вот на этапе инженерного ремонта мы уже провожили вот такие чистовые вещи так отвлекся значит когда мы все смонтировали нам нужно проверить всю электрику мы покупаем самые дешевые выключатели и возим их с объекта на объект вот вы можете видеть выключатель выключатель розетка розетка то есть приезжает технадзор и проверяет как все работает выключателями включает и выключает свет вот соответственно здесь тоже выключатель который показывает что все работает вот пожалуйста можно все проверить это очень важно и И удобно для наших заказчиков, им это очень сильно нравится. Теперь вопрос, менять или не менять отопление? Однозначно менять. Что мы делаем? Вот у нас идет с общего этажа подача и обратка на отопление. У нас коллекторный шкаф, на каждый потребитель своя линия. Коллектора, кстати, производитель Stout. Если хотите Mercedes, то уже Oventrop. Stout он сварной, а Oventrop это целиковое литье, максимальная надежность. Но именно этот коллектор, вот этого производителя, это оптимальное, универсальное решение для ваших квартир. Поэтому смело ставьте, не переживайте. Отсечные краны, то есть отопление можно отключить у себя в квартире. На каждый потребитель отдельная линия, никаких дополнительных соединений. Вот вы можете видеть, на один конвектор пошел, на второй и на третий. Система управления, это слаботочный кабель подходит и, соответственно, кабель 220. Вот вы можете видеть, что к каждому конвектору подходит несколько проводов. Это система управления и, соответственно, питание. Конвектора у нас будут с вентилятором. Элемент управления у нас выведен вот здесь вот. Вот вы можете видеть, витая пара. Это как раз у нас с конвекторов. То есть они будут подлицо со стяжкой, с чистовым покрытием, будут встроены в пол. И это будет все смотреться очень шикарно. Теперь быстренько пройдемся по воде. Вода у нас идет с потолка, заходит в квартиру под входной дверью. Значит, также продолжаем путь по потолку. Падаем. У нас, видите, система защиты от протечек. Нептун. Вот система управления. Дальше у нас магистральные фильтры на горячую и на холодную воду. Это достаточно хорошая система очистки вашей воды. Дальше у нас идет коллектор на горячую и на холодную воду. Обязательно это производитель фар. Обязательно оригинал. Труба Rehau Stabil. Универсальное, практичное, надежное решение. Производитель, по-моему, на эту трубу на соединение порядка 50 лет дает. Дальше вот у нас идет канализационная труба диаметром 200. Представляете, вот эта вода будет литься, как будет шуметь. Поэтому заворачиваем в шумоизоляцию, делаем жизнь более комфортной. Также вот стоит система инсталляции Veliroi Bosch. Что важно? Значит, как выбрать инсталляцию? Как ее определить, какая вам нужна? Вы сначала выбираете кнопку, а потом под эту кнопку уже подбирается инсталляция. Не наоборот. То есть иногда бывает, что просто привезут инсталляцию, потом мучаются ставить кнопку, которая нашим заказчикам не нравится. Сначала выбираете кнопку, потом инсталляцию. Также у нас стоит проточный водонагреватель. Вот Коспол мощность всего порядка 6 кВт. Это достаточно, чтобы можно было спокойно помыться. Напор будет не сильный, не так, как у вас вы привыкли. А он будет достаточный для того, чтобы комфортно помыться и в течение двух недель, пока отключают воду, не испытывать каких-либо трудностей. А теперь немножко про стоимость данных работ и всего материала. Работа 380 тысяч рублей, материалы 495 тысяч рублей. Это стоимость инженерного ремонта в квартире площадью 77 квадратных метров. Это двухкомнатная квартира в новостройке в жилом комплексе Пресня-Сити. Все ваши вопросы оставляйте, пожалуйста, в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Спасибо, что нас смотрите. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok